И еще одно поздравление, точнее признание. Люблю тебя, Петра Творения, сказали в Михайловском театре. Двухактный балет по мотивам поэма Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник» здесь поставил американский хореограф Лар Любович. Этим спектаклем, по его собственному признанию, он отдал дань русскому гению и красоте северной столицы. На премьере за пультом стоял Михаил Татарников, а на сцене блистали Леонид Сарафанов и Марио Лабрадор. На этом вечере побывала Александра Мымрина. «Медный всадник» строчка «Люблю тебя» Петра Творения и имя композитора Рейнгольда Глиера. На афише вроде бы говорят все сами за себя. В голах у спешащих на нынешнюю премьеру зрителей уже звучит гимн великому городу, а воображение рисует знакомый сюжет пушкинской поэмы. Однако у нынешней премьеры Михайловского театра есть еще одно обстоятельство, имя которому Лар Любович. Об американском хореографе невозможно не сказать отдельно. Не только потому, что он мировая звезда, ученик великой Марты Грэм и вообще человек-танец, для которого нет невозможного. Он ставит хореографию бродвейских мюзиклов и современные балеты, танцы на льду для олимпийских чемпионов, а теперь экспериментирует с русской классикой. Но главное, что Любович все и всегда делает по-своему. Я не переносил на сцену поэму. У меня не было такой задачи исследовать тексту буквально. Ведь уже существует балет «Медный всадник». Мне не нужно его делать заново. Я создал балет по мотивам пушкинской поэмы. Идея заключалась в том, чтобы вести образ самого писателя, показать события его глазами, его фантазии, которые являлись, когда он писал поэмы. Пушкин использует наводнение как метафору, символ событий, происходящих вокруг нас, катаклизмов, пожирающих, поглощающих людей, не дающих возможности выплатить. Вместо партитуры «Медного всадника» – третья симфония Глиера. Тоже, к слову, изрядно переработанная. Вместо многофигурности, пышности советского балета – простота линий. Пушкин, как кукловод, управляет героями своей петербургской повести. Он то амур для двоих влюбленных, то перевозчик душ умерших от наводнения. Петербург, по Лару Любовичу, город-призрак. Порой пугающая фантасмагория, а порой прекрасная фантазия. Что хорошо еще в этом балете, достаточно очень просто работать. Потому что за тебя все делает декорация, музыка и хореография. Лар так и говорит, он говорит, я знаю, ты хороший актер, но не надо. Тут все есть уже, поэтому не добавляй ничего. В принципе, в этом-то и сложность. То, что иногда тебя вот так аж трусить что-нибудь такое сделать. Ты же должен показать, как ты страдаешь. При увеличенной эмоциональности Любович предпочитает сдержанность. Четким позициям, мизансценам, свободную пластику. Рождающийся будто на глазах настоящий язык танца, хочется слушать и понимать, уверен постановщик. А звучать этот язык может и почти в полной пустоте. Сцена лишь переливается пятью-десятью оттенками серого, вместо декораций – видеопроекция, ошеломляющая без преувеличения. Я очень много, я был всюду в мире, я нигде не видел такого низкого неба одновременно и одновременно такого высокого, пронзительно высокого неба. Я очень рад, что выловил Юрий Цыпин, художник. Хотя он не является петербуржцем, более того, даже я сам его не читал, он не очень любит Санкт-Петербург. Ну, как он москвич, да? Знаете, когда спереди опущен еще тюль в момент наводнения, и сзади идет проекция по бокам фонари, да, софиты стоят, и первый раз я вам скажу, что я теряюсь. Крутишься еще много раз, приземляешься, и не можешь узнать, где направление, где сцена. Ее просто теряешь. И тяжело так бывает. Побежишь, все говорят, сюда, сюда, сюда. Сюда, когда с корнобалетом. Говорят, если балетный спектакль не обновляется, он умирает. Литературной классике повезло больше. Если не пытаться переосмыслить, она все равно будет дальше существовать. А ведь может еще и жить. Жизнь на сцене Михайловского театра балет Лара Любовича, свежий и летучий, как петербургские белые ночи, уже обеспечен. Субтитры создавал DimaTorzok